Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слово Об Играх, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec для второй PlayStation. В прошлой серии мы с вами на джилете, короче, побрили чемпионат ДТМ. Вот, неплохая машинка такая, обкатали ее. Вот первый гоночный наш агрегат. Ну и в этой серии давайте мы проедемся легенду, легенду Серебряной Стрелы. Это последний у нас набор, скажем так, гонок в Аматюр Лиге. Просто набор гонок, не чемпионат, три гонки. Вот, поэтому давайте возьмем наш CLK-шечку нашу и на ней проскочим этот чемпионат. Больше ее наворачивать пока не будем, потому что, ну, единственное, можно масло ей сменить. Давно она у нас уже стоит в гараже. Да, серенькая стала уже. Вот сейчас сменим и покатим. Я думаю, данной прокачки, в которой конфигурация она у нас есть сейчас, мы давайте ее еще помоем. Вот, хотя, в принципе, и так она плестит достаточно хорошо. Ага. Ну, вроде бы еще лучше стало. Вот, и этого, я думаю, будет достаточно нам, чтобы проехать данный набор гонок. Вот, мы с вами в прошлой серии смотрели, что кроме нее у нас тут останутся только чемпионаты, причем чемпионаты большие и злостные. Вот. Так, вот она легенда. Серебряные стрелы, три трассы, Трилл Маунтэн, Супер Спидвей и Ром Сёркут в обраточку. Ну-ка, что оно? 20 тысяч! О-хо-хо-хо! Вообще огонь! Вот это да! Блин! Что-то я не знаю. Тут, наверное, это... При таких-то призовых придется, может, даже качаться. Ладно. Интересно, интересно. Давайте посмотрим. Что ж там за звери-то такие уже прокаченные? Ну, что за звери, понятно, но... В какой они конфигурации... Мне интересно прям. Так, два компрессора, два ЦЛК и СЕЛ-600. Ну, погнали! Будем посмотреть. Может быть, да. Может быть, придется и качнуться. Ну, ладно. Три круга не так много. Сейчас проедемся и посмотрим... Что у нас будет получаться, а что не будет. Надеюсь, здесь хотя бы компрессоры довели до кондиции, чтобы они не просто номер тут отбывали, а хоть что-то как-то боролись. А-а-а... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Так. Ну, конечно, это еще не Вертига. Все-таки Мерин ведет себя не так непредсказуемо, как Вертигон. так смотрите-ка компрессор вот он и по напрямую на натягивается тягивается накатывает ухты вот они все тут все тут как тут все же жаждут обойти да ну по крайней мере компрессоры сражаются меня это радует подтянули их здесь под общую массу они наверное тут уже практически в пиковой своей мощности так ну короче нормально нет поначалу я испугался но в принципе убиться с ними можно можно и нужно отстают за саганцы но не даром мы нашу селечку прокачивали под чемпионат европейский правда мы там слились на ней зато здесь сейчас разорвем нет это я чуть погорячился они все равно фатально не отстают на прямых накатывают на супер спидвей но хотя не супер спидвей если там был тест курс от было бы интересно кстати на тест курсе чистую мощность сравнить там бы наверное мы не вывезли потому что они судя по всему помощнее все таки будут она супер спидвей они тупят тупят по жесткой она одна из самых таких сложных для них трасс что они там почему-то не могут нормально быстро ехать это надо чтобы они прям на голову были сильнее чтобы они там смогли выиграть ну или я на голову слабее какой-то тачки такой так в итоге компрессор все-таки слился да это там селька едет и может быть даже еще одна селька шикардосики накатили опять здесь так последняя связка ха вот так вот с лучшим кругом на последнем круге ну и кто же до 2 сельки все-таки короче ну а в итоге три сельки сделали хет-трик просто трипл дабл смотрите самый мощный сель 600 который изначально самый мощный правда и самый толстый вообще слился и приехал последний даже компрессором слил лох это судьба большой это не значит еще что сильный так ну ладно ладно смотрите как мы все в одну линию были выстроены все си эльки так искал кнопку next но нет здесь то ее как раз нету так ну что супер спидвай принципе вот это можно сказать тогда легкие достаточно деньги по двадцать тысяч вон можно на супер спидвай катать хоть закатайся сколько тут правда кругов побольше конечно будет но все равно пять минут я двадцатка пять минут двадцатка пять двадцатка вот так вот можно что-то накатывать так чё тут опять у нас целка слк селк селк а ну тот же самый расклад 6 кругов всего-то по 40 секунд так что да можно здесь и зима не делать тель 600 и он выглядит прикольно прям такой класс представительский класс но блин едет конечно слабенько все-таки хорошо что мы тогда взяли именно целка нанес сель мучились бы сейчас с ним его ему три стадии облегчения купишь а он все равно будет как пароход здоровенный селечка она такой компромисс компрессор он слишком слабенький все-таки да он очень легкий но он блин слабоватый слабоватый а селка он прям такой хороший вот даже компрессор пока еще идет вторым молодец давай не прямо с тебя болею эх нет обошел наш товарищ по команде цвета такого же ну вот 40 секунд круг вообще нормально три минуты короче и это и двадцатка в кармане это лучше чем богомерзкие ралли чемпионаты катать зарабатывая там машину это там три надо штрассы проехать потом только те дадут машину все нервы там изведешь а здесь вот сел на какую-то более или менее прокачанную машину ну собственно какую более-менее мерседес какой-нибудь к этому времени по-любому у любого из того кто тех кто проходит гран-туризма мерседес уже должен быть потому что в бигинере тоже есть такой чемпионат поэтому проблем нет вообще легкие не смотрите как они отстают вообще на суперспидные не умеют ездить абсолютно как они достаточно близко держались в Триал Маунтане настолько же здесь они бездарно сливают не умеют по овалам ездить что тут скажешь даже из 40 секунд вышли что-то мне показалось компрессор идет вторым по картинке что-то мне показалось компрессор идет вторым по картинке хорошо что резина не стирается хотя в принципе могли бы сделать чтобы и стиралась за 6 кругов хотя у нас бы все равно не стерлась мы на медиуме а они и так сливаются еще бы на пидстоп поехали вот тест курс им надо было вот в таком же антураже делать кстати говоря может они потому не сделали что слишком большая трасса и много туда напихать декорации не получилось типа не вывезла бы Сонька что-ли тогда бы скорость там больше чувствовалось если бы трибун понатыкали каких-то мостков переходов было бы прикольно так ну вот 4 минуты нет это с CLK опять трипл дабл сделали опять два компрессора и CL 6 может он на тест курсе бы себя показал CL там на его вес в принципе пофига вот еще 20 косарей вообще шикарно ребята у нас будет 300 тысяч ну почти так ну что осталась самая сложная трасса из этих трех как обычно за которую можно попереживать рим да еще и в обраточку поехали еще там silver arrow только она у нас не silver а violet arrow ого здесь сколько шестисотых напихали хм ну и сольются они нафиг благополучно здесь скорее всего ладно погнали в хорошем старте залог успеха вот так себе оп 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 тихо пацаны тихо 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 все крутые все на мерседесах тут понаехали так компрессор ух ты блин вы гляньте даже он пихается ну да прокачали хорошо он вообще не догоняем даже без специально слип стрим не встал чтобы сравниться с ним по скорости так сейчас пяти минутка о формуле один как обычно вчера значит квала была сингапурская и достаточно неожиданный неожиданный пол хотя вроде бы это хэмильтон хэмильтон за взял пол но реально в сингапуре это блин неожиданность ни одну сессию мерседесы не выиграли такое впечатление что у них скорости не было вообще казалось что они вообще третьи по скорости и еще уступят а в итоге нет хэмильтон опередил да с таким еще преимуществом тотальным просто второй ферстаппин даже а не феррорист фетель только третий кимыч вообще пятый ну хотя кимычу там круг скорее всего не удалось собрать я думаю он бы так возможно даже и фетеля бы уделал если бы у него все нормально получилось но не суть короче хэмильтон очень выдал прекрасный круг прям поэтому я и говорю что неожиданно в общем интрига рушится потихонечку если сейчас еще и хэмильтон гонку выиграет а не дай бог у фетеля еще и проблемы какие-то случатся что вполне может быть то все там уже чисто математически он какие-то шансы сохранит на титул но не более того печально я конечно вот в этой гонке я буду наверное за него болеть ну чисто как не то что болеть а мне просто хочется чтобы он отобрал очки у хэмильтона и чтобы интрига в чемпионате осталось что иначе я говорю что все чемпионат окончательно скиснет и все пятый титул хэма будет вопросом времени хотя в принципе по скорости вроде бы феррари пока действительно попредпочтительнее уж в сингапуре и это на самом деле некую надежду все таки вселяет что и фетель в принципе сказал что мы вполне могли заиграть полу завоевать при том что он ему шесть десятых уступил полу этому ну не знаю настолько ли у них есть там запас скорости посмотрим что будет в гонке в идеале конечно чтобы хэмильтон в какую-нибудь заваруку попал а фетель постарался выиграть ну вильямсы опять слились вроде несколько гонок были последние воодушевляющие ну тут трассы им вообще не подходит конечно то есть они последние еще и с таким отставанием даже от предпоследнего что там без шансов хотя Сироткин оперетил строго вот так маленький гонус надеюсь гонки хотя бы финишируют уже будет хорошо а там дальше вроде должно попроще быть для них с трассами ну квята уже действительно вроде бы прям вопрос времени просто когда его объявят а так уже вроде бы подписан и в Сочи должны его объявить уже даже попов вчера сказал что действительно Максик Херстаппин слил своим голландским каком родом информацию трепло в данном случае это неплохо что все типа квята подписали и ждут просто его родной этап так что в Сочи объявят охренеть короче двое русских будет а если еще я говорю Мазеппин прорвется тот же Вильямс просто шикардос будет просто шикарно о таком даже не мечтали наверное никогда фух так ну что что-то Рим мы тоже в принципе выиграли достаточно так на позитивчике и опять дубль в общем все элки все равно остались самые сильные но интересно что компрессор качнули так ну что машин то вы мне дадите какую-нибудь какую-нибудь интересную хорошую не Мерседес желательно хотя если будет Мерседес ДТМовский я не откажусь по деньгам по крайней мере тут вообще шикарно было прям пока что наверное лучший чемпионат как оказалось в принципе достаточно лёгкий я ожидал более плотной борьбы оууу слушайте, точно ДТМовский ух вот это классная машина вот это прям ЦЛК ДТМовский блииииии ах вах 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 это прям чётко вот это рады Это прям огонь. Его прям можно прям на нем ездить и ездить. Обкатаем, обкатаем его обязательно где-нибудь. Он, скорее всего, нам понадобится и в чемпионатах на выносливость, и в профессиональной лиге. Так что, шикардос. Ну, хоть дождались, когда они начали гоночные машины давать. То есть, честно, мне уже поднадоело, что да, проскальзывали хорошие машины, но все равно деньги в них вкидывай, прокачивай. Здесь хоть полностью гоночный, когда агрегат, он уже готов на 100%. Не надо ничего менять. Ну так, только настраивай его чуть-чуть, чтобы подкупать. Ну что же, вот мы проехали последний чемпионат. Точнее, не чемпионат, а гоночки вот эти вот. И, в принципе, у нас осталось совсем мало здесь, в этой лиге. Вот. Давайте еще раз посмотрим. Вот у нас осталось GT World Championship. Раз. Потом осталось All Stars. Два. Японский. Три. И Dream Championship, Dream Car Championship. Четыре. Четыре, правда, здоровенных чемпионатов, все они. Dream Car Championship, это семи, да. Семь гонок. Ну его, мы будем последним проходить. Еще и под него, я говорю, лицензию надо, да, Вот. Тут по десять гонок. И три, короче, по десять. Да. Этот GT World Championship мы пройдем предпоследним. Тогда следующий, значит, будет либо All Stars, либо японский чемпионат. Думаю, что японский мы оставим на закусочку. И пройдем сначала All Stars. Вполне тогда возможно, что не отходя от кассы, прям сразу на этом CLK там и обкатаем. Хотя, вполне возможно, он там слабоват будет. А давайте проверим. Сразу. My Home. Так. CLK. Touring Car. Шикарно. Просто шикарно. 443 лошадки, да, и весь тон-тонну. Но это он под правилом подогнан. DTM-овские. Да, меня там поправили, как я и говорил, знатоки. Спасибо Алексу Вульфу, когда мы в прошлой серии проходили чемпионат, собственно, DTM. Ничего там сверхъестественного, оказывается, нету в том, что в DTM-е участвует не немецкий автопром. Оказывается, это было уже давно. Разный. Там марки участвовали не только немецкие, европейские, японские, и американские. Вот. Правда, это было давно. Это было еще в 90-е. Поэтому я DTM-ом никогда не увлекался, а в начале 90-х я еще был совсем мал, поэтому ну, как бы, да, я не знаю. Так, где, 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 где? All Stars. Я же вообще особо гонками, кроме Формулы-1, я не увлекаюсь. Формулы-1, да, я давно плотно увлекаюсь, я много чего знаю. Это да. А другие гонки так, по стоку-поскоку, где-то что-то ухватил информацию. Да, смотрите, можно. Ух, здесь 25 косарей уже дают. В принципе, судя по последнему чемпионату серебряных стрел, могли бы даже и больше здесь давать. Правда, это за отдельную гонку по 25, а их тут 10. Еще и за чемпионат потом отвалят. Офигеть. Лагуна Сека, Дип Форест в обратку, Мидфилд, Тест Курс, Сэприкат Хилл в обратку, Рим, Сиэтл, Р-1 из Гранд Волли, почти все в обратку. Половина, по крайней мере. Токио. Ну, тут, в общем, да, в третьей части трасс не так много и тут практически все собраны. Трассы за исключением что-то. Тут Р-5 нету, да? Круто! Круто! Трем ауты нету. И все, наверное. Вот. Ну ладно, это будет следующая серия, потому что чемпионат очень долгий, 10 трасс. Поэтому. Можно единственное, знаете, что сделать? Зайти в него и просто начать. Просто посмотреть, как будет ЦЛК на фоне них. надо ли его еще что-то с ним делать, прокачивать. Или он вывезет. Вообще, на соперника хоть посмотреть, кто с нами будет здесь ездить. Потому что что тут? Ё-моё! Ну, я так и думал, что здесь будут вон Супра, КНСХ, Кастрол, Рейбрик, НСХ. Супер Автобакс этот. Ну, Автобакс мы уже видели. И 206-я Пижоха. Ну, это такое. Просто на то, чтобы заткнуть дырку. Ну, давайте посмотрим. Явно, что под НСХ и под Супры надо еще прокачиваться. У них там уже лошадей по 600. Весят они, по-моему, столько же. Там 1100 единственный килограмм, по-моему. Ну, мы на 100 килограмм легче, но так мы и слабее их на, не знаю, лошадей на 200, на минимум. Вот, наши соперники потенциальные. Это вот Пижоха и может быть Автобакс. Сейчас посмотрим. По 5 кругов. Ну, да, так что следующая серия будет очень долгой. Ну, Мерина можно еще прокачать, конечно. Ему можно резину купить. Ага, здесь уже со стиранием резины, да? Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох, как на песке это потянуло. Ему можно турбину, скорее всего, купить в какой-нибудь там стадии еще и резину на более мягкую сменить. Хотя, я не знаю, стоит ли. При том, что здесь резина уже стирается. Ух ты, как мы искры выбили. Шикарно вообще. Не, ну, на самом деле, ох, ё-моё, подвеска уже очень жесткая, конечно. Так, резко лучше на поребрике не наезжать. Ну, слушайте, нет, едем, достаточно даже это, в темпе он и с иксов. Может, они тут придушенные даже. Хотя, нет, вряд ли. Да, на прямых они уезжают. Ай. Главное еще, как он будет резину кушать. Это, конечно, вопрос. открытый. Ну, и что у него за резина сейчас стоит, я не знаю. Вот, сейчас из чемпионата выйдем, уже, наверное, доедем эту гонку, так и выйдем. Посмотрим просто на финальный результат, какие мы сможем вытащить эту гонку, как он прям до финиша сожрет эту резину. Ну, мне нравится, он гораздо стабильнее, чем вот то, на чем мы ехали в прошлый чемпионат. В прошлый чемпионат мы ехали, напомню, на жилет вертига. Вот, и та была достаточно бешеная машина. При том, что она еще не особо-то мощная, но с ней очень аккуратно надо было действовать. ЦЛ Каха, это она гораздо проще, в общем-то, в управлении стабильнее. Ну, она, по идее, она уже гораздо более гоночный аппарат такой. У нее должно быть и аэродинамики гораздо больше, прижима. У нее прям диффузор уже гоночный. Хотя я тоже точных правил тех времен ДТМа не знаю. сейчас, по-моему, они еще больше динамически аэродинамически загружены, чем это было тогда. Это так о конца 90-х Мерседес. но тем не менее, прям ощущается, что машина очень хорошо держится на трассе. Может быть, ей чуть-чуть динамики не хватает. Вот че эта Супра уехала. Смотрите-ка, Супра НСХ и натягивает. Интересно. Мне стыдно за вас, товарищи НСХ. Вы че? По крайней мере, в темпе НСХ вполне можно ехать, если не тупить. Смотрите, мы накатываем даже на них. Тихо, блин, высекаешь там искры, сейчас пожарище вспыхнет тут. Ну, в медленных поворотах, понятно, все равно надо поаккуратнее с ней. Да, напрямую прям уезжает. на третьей передаче в принципе можно без проблем даже повороты газ в пол проходить. Уже не срывает. уже скорости видимо хватает, чтобы машина хорошо держалась за трассу благодаря аэродинамике. Так. Последний круг останется сейчас. Хааааааааааааа. Чувак! Брысь! Так, ну и второго БНС-Ха еще хотя бы опередить. Конечно, всего одна трасса. Не факт, что это везде так будет. Где-то мы будем им больше сливать. Где-то, может быть, меньше. На скоростных трассах будем больше проигрывать, что не мощнее. Ну вот, ему масло сменить, да, это чутка добавит. Как мы знаем, где-то около 5% мощности. Ну и посмотрим сейчас, зайдем, что там у него еще можно ему прикупить. А вообще машина классная. Не зря я так радовался, потому что ее именно дали. Так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Мы даже супру, в принципе, подогнали. Отлично. Сейчас не затупить здесь. Ну и все. Второе место. В принципе, получше проехать первые круги. Первые там 2-3 круга. Можно было даже выиграть. Наверное. Черт его знает. И смотрите, покрышки, покрышки, да, самое главное. Вообще не ощутил, что что-то хуже стало. То есть они передние чуть-чуть до оранжевеньких. Такие желто-оранжевые, задние вообще желтые. То есть с колесами все замечательно. Можно даже, наверное, купить резину более помягче. Сейчас посмотрим, что у него есть. Так. Сейчас даже денег каких-то насыпают. 8 тысяч. О, почти три сотки. Отлично. У нас никогда таких еще денег не было. Так, ладно, вырубаем. Сейчас зайдем в магазин, посмотрим. Что там? Что там? Что там в магазине? Так. А в магазине у нас... Шаром покати, да? Так. Мощность. Хренас 2. А, ну может он атмосферник, что ли, а? Точно, он атмосферник. Ого, третью стадию можно купить. Да вы что? 800 лошадей. Короче, есть. Куда размахнуться, в принципе. Так, это у него куплено, да? Ну, естественно, третью стадию я покупать не собираюсь. Даже вторую, вот, первую, допустим, купить за 5 тысяч. Сколько у него будет? 548. Блин, это на 100 лошадей больше станет. Наверное, даже много. Даже этого. Хрен знает. Так, и резину посмотрим. Racing Tires. А, у него наш любимый медиум стоит уже. Отлично. Я думал, что если, может, супер-хард. Можно, конечно. Попробовать ему взять вот этот медиум-софт. Его, как раз, наверное, должно хватать на 5 кругов. Он, может, будет оранжеветь у нас там. Этот, что, желтый был. Вообще шикарно. А, будет больше держака. Потому что мы по площадиным силам все равно им проигрываем. Так, здесь ничего. Ну, в общем, да, все остальное у него куплено. Так. Вот, у него сейчас 443 лошади. Давайте ему замену масла сделаем. Чик. Чик. И, наверное, на этом все. Мощность больше трогать не будем. Скорее всего. Ну-ка. Сейчас посмотрим, сколько сейчас стало. Так. О, 465. Ничего себе. 20, сколько там? 22 лошади добавилось. А это не хухры-мухры. Это прям нормально. Я думаю, в такой конфигурации и резину. Помягче. Ну, ладно. Резину мы купим тогда в начале следующей серии. Вот. Шикарный просто. Нам дали аппарат. Прям я рад. Вот. Красавец. Красавец. Ничего не скажешь. Отличная машина. Опять же. Знатоки ДТМа пусть в комментариях напишут, что эта машина вообще выигрывала титулы. Да по-любому выигрывала. Че бы ее тогда сюда пихали. Была ли она чемпионом. Вот. Так что. Вон у нее на борту номер единичка. Не посрамить часть Мерседесов. Ну, что же. Надеюсь, что вам понравилась эта серия. Прокатились мы. Добили серебряных стрел. Вот. Выиграли просто отличный, я считаю, автомобиль. На котором в следующей серии мы поедем в чемпионат Grand Turismo All Stars. Потом останется еще два чемпионата. Потом мы с вами, наверное, пройдем лицензию. Потом, может быть, Dream Car Championship. Потом Ролиме чемпионат еще один пройдем. Богомерзкий. Ну и потом в профессиональную лигу уже переедем. С чистой совестью. Ну что же. Давайте прощаться. С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слово об Играх. Всем до встречи. Всем пока-пока. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok